У ребенка получается нельзя травмировать, натирать нам кожицу, удаляться нельзя. Вещи нам приходится носить, как вы видите, все на изангу. На сегодняшний день ребенок лежит у нас, получает общее симптоматическое лечение, какого-то специфического лечения особого нет. Рекомендации мы можем дать, мы не то что рекомендацию даем, мы выписку даем. На основании этой выписки немецкие коллеги сами решают. Это научно-исследовательский кожно-линирологический институт. В палате номер 7 находится годовалый ребенок, которому нужна срочно наша с вами помощь. В этой маленькой палате Мария Паниполяк почти уже год. Ровно столько времени женщина отчаянно пытается хоть как-то снять страдания своего сына, заболевшего редкой болезнью, бульозный эпидермолиз. Наши врачи поставить этот диагноз сразу не смогли. Были долгие месяцы мучительных анализов. В близком роддоме нам с ребенком поставили первоначальный диагноз стафилококк. Со стафилококком нас отправили в отделение мелантологии. Мы с ребенком там пролежали 20 дней. Нас лечили с ребенком от стафилокока. Лишь в научно-исследовательском кожно-линирологическом институте установили точный диагноз Михаилу. Был собран у нас консилиум из врачей-дерматологов. И нам на консилиуме поставили на ребенку диагноз бульозный эпидермолиз. Мы здесь 4 раза лежали. 3 раза у нас эффекта не было никакого. Последние 2 раза у нас эффект был хорошо. Спасибо, конечно, институту намази стали давать. Ребенку заживление ран пошло. Но так как мы у нас сейчас пошло обострение стадии. У нас у ребенка высыпание во рту, в носики пошло. На тельце. Мы не знаем, какой идет стадия течения болезни. Врачи сравнивают кожу больных, страдающих очень редким врожденным заболеванием, которое называется бульозный эпидермолиз, с крыльями бабочек. Это поэтическое сравнение, намекающее на чрезвычайную хрупкость кожи таких больных, не способно даже малой степени передать те страдания, которые им доводится испытывать. Почти всю жизнь больной живет в бинтах. У ребенка, получается, нельзя травмировать, натирать нам кожицу, ударяться нельзя. Вещи нам приходится носить, как вы видите, все на изангу, чтобы не было натирания, не было никаких ударов, трения и так далее. Ребенку запрещается трогать игрушки грубые, играться, но носить обувь приходится мягкую. При бульозном эпидермолизе, который еще называют врожденная бульозная пузырчатка, из-за врожденных особенностей кожи, вызванной генетической мутацией, она повреждается при малейшем прикосновении, даже, например, от касания одежды или белья. Жизнь таких больных – это каждодневная борьба с болезненными язвами, перевязки больших участков кожи, которые необходимо проводить каждый день. Для восьмилетней Лизы из Самарской области слово «терпи» стало самым важным. С рождения из-за бульозного эпидермолиза девочке приходится выдерживать нестерпимые боли. Мама днем и ночью не отходит от кровати дочери. Сама Лиза, свои восемь лет, смотря вдаль через окно, верит, что недуг отступит, и она полноценно заживет, как и ее сверстницы. А ты улыбаешься когда-нибудь? Угу. Когда ты улыбаешься? Когда? Погода хорошая или что? Не знаю. А когда мультик смешной, да, наверное? Да когда хочется, тогда улыбаешься. Ну, хоть и настроение есть. Есть хоть иногда настроение? Да, улыбает. Мать годовалого Михаила живет сейчас только одной целью – вылечить своего малыша. Сейчас в Алматинском научно-исследовательском кожно-венерологическом институте медики прилагают все усилия, чтобы облегчить страдания ребенка. На сегодняшний день ребенок лежит у нас, получает общее симптоматическое лечение. Какого-то специфического лечения особого нету при данной патологии. Но оно неизлечимо? Ну, заболевание неизлечимо, но, по крайней мере, оно зависит от того, как будет мама ухаживать за ребенком. В основном это правильный уход за ребенком и назначение общеукрепляющей терапии. Следить надо за ребенком, обрабатывать вот эти раневые поверхности, эти пузырьковые элементы и назначать общее симптоматическое лечение. На основании вот этих всех проведенных терапевтических вмешательств можно наблюдать, мы наблюдаем, что нету таких больших рецидивов. Хорошо, здесь все побледнело, у него дадут тоже тут побледнело, все. Иногда нашим врачам удается немного приглушить заболевание. Периодически кожа Михаила приобретает здоровый вид, что дает надежду родителю на полное излечение своего чада. Но отечественные медики не спешат с такими прогнозами. Болезнь стопроцентно неизлечима, но периоды ремиссии можно удлинять. А инвалидность есть, да, инвалидность дает. Первой группы инвалидности у нас нету с этим диагнозом, второй, третьей группы есть. В клиниках Европы еще в начале 2012 года разработали новый метод лечения булезного эпидермолиза. Ранее в мировой медицине не существовало успешной медикаментозной и лучевой терапии данного вида заболевания. В большинстве случаев пораженные участки кожи удалялись оперативным путем, что приносило лишь временный позитивный эффект в борьбе с заболеванием. Специалисты университетской клиники Зальцбурга совместно с учеными из исследовательских лабораторий Ницца и Фрайбурга разработали новую молекулярную технику воздействия, которая направлена на уничтожение раковых клеток опухоли. Эта техника базируется на так называемой трансплайсинг-технологии. Суть технологии заключается в том, что клеточный яд вводится в генмаркер, который имеется только в злокачественных клетках. Клеточный токсин начинает производиться с самими злокачественными клетками, и потом происходит процесс самоуничтожения. Отсюда название технологии – молекулярно управляемая самоуничтожающаяся генотерапия. Мария Паниполяк о новом германском методе лечения булезного эпидермолиса наслышана. Для нее сейчас это единственная надежда на выздоровление сына. Не так давно мать малыша связалась сразу с несколькими зарубежными клиниками. Мы обратились в Германию, во Фрайбург, с письмом, чтобы нас взяли с ребенком на обследование. Мы получили официальное письмо, нас они готовы принять. Также нам оказана с Деброй помощь. В этом году мы получили официально от них посылку. Они знакомы с ребенком нашим. Нам выдали перевязочный материал, винты для обработки ребенка. И согласны нам взять на обследование. Полностью для обследования нам требуется 20 тысяч 55 евро. Весь вкус обследования. Доктора, наблюдающие за Михаилом, готовы со своей стороны оказать всю необходимую помощь для лечения в Германии. Специалисты Кожно-венерологического института не исключают, что немецкие коллеги могут, если не полностью вылечить малыша, то хотя бы надолго приостановить недуг. Рекомендации мы можем дать. Мы не то что рекомендации даем, мы выписку даем. На основании этой выписки немецкие коллеги сами решают. Выписку, то, что мы, как у нас пролечился больной, что получал, это мы даем обязательно. Мама Михаила пыталась по интернету собрать необходимую сумму для лечения, но безуспешно. Всего перечислили 400 евро. Незначительные средства ушли на повседневные нужды, дорога и медикаменты. Это интервью, которое Мария дала нашей съемочной группе, для нее как крик души. Мы хотим обратиться к телезрителям, попросить помощи, чтобы кто может оказал нам материальную помощь ребенку на выезд. Потому что у нас болезнь идет, время тоже идет, течение болезни не стоит. Мы не знаем, как протекает болезнь. И это очень трудно, когда у матери ребенок болеет, и она одна не может с этим справиться. Потому что я воспитываю ребенка одна, все доходы моих родителей уходят на медикаменты, на обрабатывающие средства. Всех, кто неравнодушен к чужой беде, могут откликнуться на просьбу Марии. Она надеется, что добрые сердца казахстанцев не оставят ее одну бороться с очень редкой и коварной болезнью сына. Средства можно перечислять по реквизитам, указанным сейчас на ваших телеэкранах. Сделанное вовремя безвозмездное добро дороже и выгоднее любого депозита или иной прибыли. Субтитры создавал DimaTorzok